Ну что ж, ребятки, я вас приветствую. Сегодня будет новое видео, в котором мы обсудим обновление касательно именно работы дальнобойщика. Я вам сегодня всё расскажу, покажу и выскажу, в принципе, своё мнение по поводу обновления работы дальнобойщика. Поэтому, ребятки, я с вас хочу видеть максимальную активность. Ставьте лайки, ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Ну а также не забывайте про мой промокод. Вводите его на любом серваке до пятого уровня. За нём получите 300 тысяч. Все ссылочки, вся информация есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Короче, ребятки, как вы знаете, Амазингу исполнилось 9 лет. То есть, у него было день рождения, вышло весеннее обновление. Очень много всего добавили. Но сегодня мы обсудим чисто дальнобойщики. Я выскажу своё мнение, мы поработаем и посмотрим, стало прибыльной или нет. То есть, в основном, это обновление по поводу дальнобойщика коснулось только транспортных компаний. А получается у нас вот что. Добавили, получается, 5 улучшений. Это норма грузов, топливо, рация, дополнительные заказы и двигатели. То есть, добавили всего 5 улучшений, которые доступны за награды. Как я знаю, получается, улучшения и дополнительные заказы стоят 100 наград. А топливо стоит 30 или 35 наград. Я точно не помню. Я хоть и сослю транспортной компании, в которой есть эти улучшения, но я как бы их посмотреть не могу, к сожалению. Двигатели, это на все автомобили, в компании устанавливается чип-тюнинг. Потом рация, в транспортной компании появляется свой голосовой чат. Топливо, это заправлять фуры, как бы личные. То есть, раньше можно было заправлять только, получаются, фуры компании. А теперь можно заправлять лично, я вам тоже это покажу. Ну и норма грузов. С помощью этого улучшения, лидер транспортной компании может настраивать минимальное количество рейсов в день для своих сотрудников. В улучшение входит возможность настраивать минимальное количество рейсов в день, возможность просмотра списка совершенных рейсов за день, возможность включения-выключения автоматического линия сотрудника при не выполнении нормы. Но самое интересное, то что у нас появились, получается, вот эти рейсы. Получается список контрактов от компании. Появилась новая вкладка. Честно, ребятки, я уже пробовал, я работал уже несколько дней с момента обновы. То есть, что мы здесь видим? Здесь у нас есть, получается, 150-й скилл, которого у меня, к сожалению, нету, потому что максимальный, который можно вкачать, это 120-й. И здесь мы, как бы, ну, видим то, что можно за рейс получить 108 тысяч. Вот, получается, этого бусаева 69 тысяч. То есть, получается, благодаря этим рейсам от компании, именно в которых есть это улучшение, вы должны больше зарабатывать. Но вы должны понимать, что таких рейсов, как бы, не особо много. Я сосредоточил раз про компании Darkness. Вам огромный привет, ребята. То есть, что вы делаете? Вы поддерживаете, глушите машину, пишете все меню, выбираете раздел топлива компании. И спокойно теперь можете заправлять в свою фуру. Но это в том случае, если в компании, как бы, есть улучшение. То есть, у нас, допустим, не знаю, как на рейсероваках, у нас только в этой компании есть улучшение. То есть, здесь куплены, по-моему, два улучшения. Это топливо и дополнительные заказы. Так, вроде бы я успел. Сейчас открываем вот список контрактов. И у нас получается этого бусаева 76 тысяч. 76 тысяч за заказ. То есть, в принципе, да, это круто. То есть, это, как бы, не 50 тысяч и даже не 60. Плюс, если будет спрос, то есть, это будет, я думаю, сотка стабильна. Ребята, которые работали, которые возили уже много таких рейсов, они говорили то, что со спросом в X3 они получали 150 тысяч за один рейс. Не самый лучший путь я выбрал для того, чтобы скоротить. Мне кажется, я бы уже быстрее объехал. Ну, ладно. Так, заезжаем. Ну, и мы получаем, соответственно, там 70 тысяч или сколько? 67. 67. Так, у нас вот есть два рейса, получается, от компании. Эдова-2 и в Южном. Сейчас попробуем их словить. Я не знаю, получится или нет. Я говорю, ну, сейчас вроде бы мало людей катает. Так, полетели. Тебе, если что, Матвей Акерман, огромный привет. Удачи тебе. Спасибо, что поздоровался. Но тут у нас, как бы, видосик записывается. У меня, конечно, наверное, не самая удачная фура для заработка. Ну, в том плане то, что здесь комка есть. А, допустим, на газоне этой комки бы не было. Но, как бы, я выбрал путь вот такой вот, как бы, у меня фура фул зеленая. Все, как бы, я взял рейсик, нам повезло. Там был еще рейс, получается, на Лисорубе. Южную Лисорубу 80 тысяч платят. Но за Латкарина платят больше, поэтому я выбрал этот рейс. Было бы круто, если бы мы сейчас доехали, и там появился тоже рейс Лытки куда-то, допустим, в Южный. Алло. Хорошо. Хорошо, до завтра. Блядь. Епать, я кукурузник, сука. Пиздец, а как так-то, нахуй? Прикинь, с фуры выпрыгнул и убер, нахуй. Блядь. Вот это, блядь. Нельзя, блядь, за рулем по телефону пиздеть, пацаны. Нельзя, блядь. Вот чему это приводит, блядь. Где ты? Я бегу за тобою. Я бегу по трассе, блядь. Не сбей меня, машина, пожалуйста. Так, а чё у нас снимать рейсика, блядь, нормальных таких, солидных? Так, у нас здесь получается Лесоруба Южный и пиздец, да? Фацаны, это чё ты стримы не делаешь? Видосик записываю, ёбаный рот. Все про обнову записали, а я, блядь, болел, блядь, теперь как лох последний просто. Но нахасанил, блядь, на 60 тысяч. Всё, я думаю, это будет наш последний рейсик. И потом уже подведём итоги, как бы выскажу своё мнение по этой работе. Ну, по поводу улучшений, то есть, как вы понимаете, дальнюю лучше ли только через ТК? Ну что ж, ребятки, теперь самое время подвести итог всего этого ролика, всего этого обновления. Ну, именно касательно дальню. Касательно других нововведений я ничего говорить не буду, мы чисто говорим про дальнобойщики. То есть, я на самом деле ждал большего. То есть, я в неком плане расстроился. Когда вышла обнова, когда я зашёл, увидел то, что сделали с дальней, ну, как бы да, заработок немножко, ну, немножко реально повысился. То есть, я думал то, что, знаете, они повысят именно зарплату на обычных рейсах. И я просто думал то, что, допустим, на 120-м будут платить там 100 тысяч просто за обычный рейс. Там за 150-й будут платить 150 тысяч. Это было бы честно, потому что на 120-й вкачать сложно. А, допустим, там за 100-й, за 90-й скилл платили бы там 60-65 тысяч. Либо 70. То есть, это было бы реально прикольно. Я об этом говорил уже не раз. Во-вторых, я хотел, чтобы добавили новые точки для дальна. Как бы, я знаю, где можно и куда их добавить. Как бы, если вдруг меня смотрят разработчики. То есть, ну, я готов предложить несколько вариантов, куда можно добавить новые точки для дальнобойщиков. Потому что этого реально не хватает. Хотелось бы также увидеть тюнинг на фуры. Потому что, допустим, на тот же КАМАЗ, который есть в Донате, на него есть тюнинг. Как бы, можно там салон переделать, там всякие приколы поставить. То есть, хотелось бы это увидеть на всех фурах. На Газоне, на Магнуме, на Рено-Т, на Вольво. И в том числе на Теслу можно было бы тоже добавить те же самые винилы. То есть, винилы на фуры, тюнинг салона, там и так далее. Это было бы очень круто. Ну, согласитесь, это было бы прям очень круто. Это была бы новая такая атмосфера и такое новое дыхание для дальнобойщиков. Потому что вот эти однотипные фуры заебали, честно. Ну, реально, блядь. Ну, никакого разнообразия нет. Сделайте, пожалуйста, винилы на фуры. Сделайте, пожалуйста, тюнинг интерьера фуры. Возможно, как-то внешне. И верните, пожалуйста, верните диски на фуры. Пожалуйста, верите возможность ставить диски на фуры. То, что вы сделали, да. То, что вот у нас есть заказы от компании, это классно. Но, во-первых, их здесь мало. Во-вторых, у нас, допустим, на втором только одна ТК есть, у которой есть улучшения. И остальные эти улучшения купить не смогут, потому что эта ТК забирает все награды. А как вы понимаете, всем места в ТК не хватит. То есть, там всего 45 мест. Поэтому, ребятки, мой мнение такое, что я об новой недоволен. Ну, в плане дальнобой, то, что, ну. То, что сделали топливо, красавчики. То, что сделали голосовой чат, там норму, красавчики. Но в плане заработка, заработок, по факту, остался такой же. Ну, может быть, чуть-чуть там побольше. Можно заработать там на 100, на 200 тысяч. Но это все равно небольшая разница, понимаете. То есть, ну, сделайте вы либо больше рейсов от компании, чтобы их было больше реально. Либо действительно просто поднимите зарплату на обычных рейсах. То есть, еще раз повторяю. Сделайте большую зарплату, либо больше контрактов от компании. Добавьте винилы на все фуры. Абсолютно на все фуры. Добавьте кастом, то есть тюнинг, в тюнинг-центре, чтобы можно было переделывать фуру. Верните возможность ставить диски. И тогда все будет по кайфу. Я думаю, все меня в дальнобойщике поддержат, как бы, но. Реально, ребята, кто этот видос смотрит, просто напишите либо в комментариях, либо просто поставьте лайк. Все, ребятки, на этом я заканчиваю. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все ссылочки в описании. Давайте. На связи.